привет привет приятно видеть столько знакомых лиц спасибо что пригласили сези рад тебя видеть итак первый вопрос как ты провел лето да как типа отдыхал от работы короче на расслабоне окей мне хочется поговорить с тобой про бинанс про то что ждет тебя в будущем может быть немного про криптовалюту однако нельзя не заметить слона в комнате поэтому хочу спросить тебя про то как а да кто не знает я остин из altcoin daily и так сези это твое первое интервью после возвращения как тебе было в тюрьме не очень здорово не так весело как сейчас ну что могу сказать ты просто ограничен во многом у тебя все меньше и меньше свободы и тебе нечего делать но зато много времени для размышлений на самом деле я усвоил один очень важный урок вот например когда у тебя все отнимают чего тебе больше всего не хватает я понял что мне на самом деле больше всего не хватает человеческих отношений я скучаю по своим детям семье друзьям коллегам социуму то есть есть и другие вещи по которым я скучаю но не в такой степени как по людям скучаешь по еде скучаешь по мягкой кровати но оказалось что это не самое главное так что я думаю это помогло мне пересмотреть свои приоритеты в жизни как ты считаешь это был справедливый приговор ох ну это очень субъективно спроси у любого в аудитории и каждый скажет разное я так думаю но но тут нужно оговориться есть соглашение признание вины с которым я согласен я не могу сказать ничего плохого про соглашение о признании вины и не собираюсь этого делать раз уж пошел на сделку то пошел что я из нее получил это приговор в виде лишения свободы а затем уже была сама тюрьма с точки зрения вынесения приговора у судьи была действительно сложная задача да если вы спросите одну сторону они скажут это слишком мягкое наказание а если вы спросите другую сторону меня то я скажу что это наказание слишком суровое но мне все равно я не думаю о том справедливо это или нет просто хочу привести пару сравнений за конкретно это нарушение закона о банковской тайне то есть что мы не зарегистрировали компанию в сша хотя у нас были пользователи из сша и мы не смогли внедрить адекватный механизм по борьбе с отмыванием денег за это конкретное нарушение никогда никто не садился в тюрьму а я сел так что я единственный в истории сша кто сел за это в тюрьму двумя неделями раньше был кейс тв банка которого оштрафовали примерно на 1 и 8 миллиарда я читал что это было так по моему как раз вы об этом писали что там были люди которые брали деньги за осуществление транзакции но никого персонально не привлекли компанию оштрафовали на 1 8 миллиарда и все но справедливо или нет это неважно судья кстати сказал много хороших слов про меня он говорил что никогда не видел столько писем поддержки наверное поэтому этот парень не такой уж и плохой но потом он сказал что ему не обязательно соглашаться со словами президента и вот тогда я понял что дела мои плохи так вот а потом когда я попал в тюрьму я узнал что на самом деле четыре месяца это очень короткий срок все остальные сидят 5 лет 10 лет 15 лет 8 лет у всех срок сколько-то лет никто не получает несколько месяцев поэтому с этой точки зрения можно сказать мне повезло в общем я думаю что судья отнесся ко мне довольно предвзято но это опять же мое субъективное мнение я стараюсь не думать об этом я думаю что у каждого здесь будет свое мнение я думаю об этом так все проехали едем дальше как есть так есть свой срок я отсидел я с этим разобрался и теперь пора браться за дело и двигаться дальше давай поговорим про бинас но у меня еще два вопроса по предыдущей теме личный вопрос ты завел там новых друзей ну да но на самом деле тебе просто приходится заводить друзей иначе если ты один если тебе не с кем общаться то тебе будет тяжело я думаю так что нет нет никаких финансовых советов а кстати тебе охранники спрашивали какие монеты покупать а на самом деле да пару охранников меня узнали и спросили типа какую монету мне купить а я такой ну вот посмотрите что бывает когда выбираешь не ту монету нет я сказал им что здесь у меня нет доступа к информации снаружи нет интернета я получаю информацию через сообщение очень ограниченной длины которые мне присылают мои друзья и семья и мы там не говорим о криптовалюте но в общем да несколько парней несколько охранников меня спрашивали у меня появилось несколько друзей с которыми я до сих пор поддерживаю связь но где бы ты ни оказался на самом деле я думаю что честно говоря в тюрьме очень приятные люди такие начали знаешь честно говоря я думаю что большая часть из них оказались там случайно по ошибке правда очень много приятных людей ну может они нарушили что-то там но в основном это какие-то мелкие нарушения а сидят при этом долго многие из них сидят по восемь десять лет за незначительное правонарушение короче мне кажется что сроки несоразмерно большие ну да в тюрьме есть очень приятные люди ни с кем из заключенных у меня не было никаких конфликтов было немного жестокое обращение со стороны некоторых охранников но в целом и с охраной проблем тоже не было и еще мне повезло что не было никаких притеснений у меня никто не вымогал деньги перед тем как я оказался в тюрьме мои тюремные консультанты а это целая отрасль тюремный консалтинг вы представляете в одних только сша в тюрьмах сидит два миллиона человек это кстати один из самых высоких показателей тюремного населения на душу в стране так что это растущая отрасль она растет хотя по идее должна сокращаться да ну так вот тюремные консультанты сказали мне имею в виду а прямо перед этим появились новости о том что я буду самым богатым человеком который когда-либо сидел в тюрьме и это как бы не делает мое положение там безопаснее но я думаю что журналистам было просто пофиг они хотели по-быстрому срубить бабла и все но мои тюремные консультанты меня напугали они сказали не вноси слишком много денег на свой тюремный счет положи 50 баксов и потом когда я пришел туда я смотрю а у каждого второго на счету около 200 баксов я самый нищий а в целом да никаких проблем и я да познакомился с несколькими людьми с которыми до сих пор поддерживаю связь и пытаюсь помочь нескольким из них добиваться пересмотра дела законными способами чтобы они вышли раньше и некоторые из парней там кстати был один парень по моему майкл должен быть где-то там да вон там он короче майкл сэндлс отсидел 20 лет в тюрьме за перевозку марихуаны 40 лет назад а сейчас типа легалайз так вот он закончил университет пока сидел в тюрьме написал 6 книг между прочим так что есть те кто не опускает руки хотя обстановка этому не способствует у меня был доступ к компьютеру каждый раз только по 15 минут посидел 15 минут и все выметайся и в течение этих 15 минут на этом компьютере ты не можешь сделать копипейст просто нет такой функции вообще и короче если ты написал абзац и тебе нужно переместить один абзац поверх другого то ты его просто стираешь и печатаешь заново а во времена майкла не было и компьютеров так что да там много людей которые покупают книги читают учатся получают дипломы и так далее так что да там действительно много хороших людей сизи мы с братом уже два дня на конференции бинанс блокчейн вик энергия просто зашкаливает я хотел бы поговорить о бинансе и самый главный вопрос который всех на уме какие у тебя сейчас отношения с бинансом а ну я ушел с поста генерального директора я не могу участвовать в операционной деятельности компании насколько мне известно мои права акционера не пострадали так что я по-прежнему являюсь крупным акционером наверное я все еще могу запрашивать информацию и так далее просто не могу принимать решения или отдавать приказы отношения ну на самом деле довольно хорошие учитывая что теперь другие парни усердно пашут да я вынужден уйти на пенсию когда это только произошло в первый месяц это было трудно эмоционально было трудно как-то отстраниться от этого это компания в которую я вкладывал в свое сердце и душу целых 7 лет и так далее но я всегда думал знаете что генеральный директор не должен оставаться на своем посту больше 10 лет потому что мир меняется да со всеми этими новыми штуками вроде искусственного интеллекта до этого я вообще не вникал в эту тему у меня не было просто свободного времени чтобы посмотреть там даже на DeFi там много деталей так что теперь у меня наконец появилось больше времени чтобы посмотреть на все эти вещи я думаю оглядываясь назад на самом деле есть много положительного в том когда уходишь с поста директора причем если бы я сказал все чуваки я ухожу многие из вас просто прифигеют и подумают ну понятно чувак сдулся а я вынужден уйти и поэтому я такой типа сорян это не мое решение но у меня правда сейчас появилось много времени в общем оглядываясь назад я думаю что мне действительно очень повезло по ряду причин у меня остались средства чтобы что-нибудь задеплоить чтобы иметь возможность что то делать это большой плюс думаю моя репутация изменилась я сейчас не пытаюсь преуменьшить свое правонарушение я считаю что банковское нарушение это серьезное правонарушение но это также и подтверждение того что не было никакого мошенничества потому что наши пользователи не потеряли свои деньги так что я думаю что если спросить любого в этом зале он скажет что с репутацией у меня проблем нет и потом вдобавок ко всему как я уже сказал мне очень повезло потому что у меня сейчас есть гораздо больше времени я не супер молодой мне немало лет но я также не супер старый поэтому у меня все еще есть энергия чтобы что-то делать не очень много людей находятся в таком выгодном положении имея возможность делать то что я могу делать сейчас я прочитал новость о том что у тебя пожизненный запрет на управление любой крипто биржей это правда и будешь ли ты продолжать инвестировать в криптовалютные проекты окей понял то есть два вопроса относительно первого насколько мне известно речь не идет о пожизненном бане или запрете этих двух слов в моем соглашении о признании вины нет в соглашении говорится что я ухожу с поста генерального директора я не думаю что там есть какие-то сроки к тому же знаете все меняется соглашения могут дополняться новыми соглашениями может поменяться само правительство но я не планирую возвращаться на пост генерального директора это точно я ушел и думаю команда хорошо справляется так что у меня нет необходимости возвращаться и у меня нет никакого желания возвращаться даже если бы мне сегодня позволили вернуться я думаю я не стал бы этого делать короче пожизненный запрет это по моему просто творчество каких-то журналистов они вставили эти два слова просто ради сенсации правильно ли это мы не уверены правда ли это этих слов в соглашении не было соглашение общедоступное это публичное соглашение так что а какой был второй вопрос продолжишь ли ты инвестировать в криптовалюту о да конечно я на самом деле сейчас занимаюсь только двумя вещами я работаю над гигал академии и я занимаюсь инвестициями да по части инвестиций на самом деле там три направления есть блокчейн есть и и и есть биотехнологии так что все просто это три большие области а самому руководить каким-то проектом я больше не хочу у меня просто нет внутренних сил чтобы заниматься этим да и нет рвения нет такого рвения как семь лет назад поэтому я теперь теперь я хочу помогать другим предпринимателям делать свои собственные компании я могу помочь им финансированием советами коучингом менторством если они конечно этого захотят доступом к своим ресурсам связям и так далее вот этим я хочу заниматься у меня самого есть несколько наставников которых я очень ценю и я хотел бы тоже сам стать наставником для тех кто этого хочет ну я уверен в этом зале много людей которые хотели бы видеть тебя наставником ну надеюсь хочется спросить про гигал академию есть много вопросов про это но перед этим в альткоин дейли мы с братом общаемся с аудиторией более трех миллионов человек на всех социальных платформах и вопрос номер один который везде звучит это перспективы криптовалют в двадцать пятом году ты все так же по бычи настроена в отношении криптовалют в следующем году окей так я постараюсь не давать никаких финансовых советов и понятно что никто не умеет предсказывать будущее но скажем так я не могу предсказать будущее но я могу анализировать историю мы видим в истории биткоина очень четкие четырехлетние циклы например 2013 год был бычий 2017 снова бычий а в 2012 году рынок восстанавливался наверное большинство людей так далеко назад не оглядывается а дальше 2013 был бычий 2016 восстановление 2014 15 были тяжелыми 2017 16 снова восстановление потом вся эта свистопляска в 2017 затем 2020 опять восстановление затем 2021 бычка и в этом году мы как бы вернулись на уровень предыдущих all-time high-off поэтому 2024 год это год восстановления если основываться на анализе текущей ситуации и на текущих ценах в следующем году что будет я не знаю но в целом в крипте в долгосрочной перспективе я думаю что многое может расти должно расти и будет расти и поэтому я думаю что эта область будет расти и все больше людей будут использовать криптовалюту а чем больше людей будут ее использовать тем выше в экономическом смысле будет ее полезность так что в долгу я очень даже бык а что будет завтра сложно предугадать буквально пара предложений относительно каких аспектов ты настроен наиболее оптимистично это д-сайк, мемкоины на самом деле я не стал бы конкретизировать потому что это очень сложно поделить на части сложно ну я имею в виду что очень трудно предугадать например что именно стрельнет следующим знаете в начале 2017 я наверное не мог бы с уверенностью сказать что ICO первичное размещение монет это вот прям оно но к июню эта тенденция была уже очевидной в июле мы запустили платформу а в декабре мы были уже самой крупной платформой так что это я думаю это зависит от того какие проекты бомбанут в этой нише или этих небольших секторах я думаю что все они имеют потенциал для роста прямо сейчас например сегодня утром у меня было много встреч с разными фаундерами я говорил с фаундерами которые используют и в очень интересной интеграции с блокчейном идеи о которых я раньше вообще даже представить не мог так что если какой-либо из этих проектов взлетит этот сектор станет большим поэтому вот очень трудно что-то предугадать но если честно я просто пытаюсь поддержать всех старых основателей в этой области а потом уж посмотрим что из этого выйдет давай поговорим о законодательстве хочется посмотреть на это твоими глазами как ты оцениваешь сегодняшнее законодательство и в какую сторону все вообще движется катится ну я думаю что в настоящее время законодательство и правила улучшаются и в некоторых странах как здесь они улучшаются быстро в других странах особенно крупных они как правило меняются медленнее в больших странах перемены идут действительно медленнее там больше всяких департаментов больше бюрократии и так далее но в целом я думаю что все движется в очень позитивном направлении вот еще один пример из личного так сказать опыта за неделю до того как мне вынесли приговор в середине апреля этого года Элизабет Уоррен объявила войну криптовалютам это за неделю до моего приговора а потом судья выносит мне приговор и я отправляюсь в тюрьму а затем в июне Дональд Трамп говорит крипта это гуд и в конце июня уже обе партии они выступают за крипту а в это время я сижу в тюрьме и думаю что за... что вообще происходит нельзя было просто подождать два месяца и на самом деле это показывает что людям нужна криптовалюта когда люди хотят криптовалюту правительство вынуждено реагировать поэтому я думаю что да движение в правильном направлении я живу в США и поэтому смотрю оттуда у нас криптовалюта это пункт предвыборной кампании по твоему мнению Харрис или Трамп кто лучше для крипты? понятия не имею я не буду комментировать все что связано с выборами у меня сейчас и так хватает проблем с законом США я знаю что у них есть закон о вмешательстве в выборы поэтому все что я скажу публично может быть просто вырвано из контекста так что лучше не буду про это не буду даже приближаться к этой черте даже не хочу видеть ее просто издалека постою посмотрю лучше поэтому no comments обе партии поддерживают крипту ну и слава богу мне это нравится уважаю да да давайте похлопаем но если все таки посмотреть на законодательство и регулирование в будущем как жителю США мне это важно какую политику или один законодательный акт ты считаешь самым важным? ну я думаю что фундаментальным является вопрос просто о классификации криптовалюты да про это сейчас много споров а в большинстве других стран к этому относятся просто как к деньгам Япония признала биткоин валютой многие другие страны признают биткоин и криптовалютой естественно есть разные типы криптовалют зависит от монеты я полагаю но я думаю да в США прямо сейчас про это много споров но опять же не хочу ничего тут комментировать комиссия по ценным бумагам лютует и все такое прочее да CZ пару вопросов напоследок хочется спросить про биткоин и конечно про гиггл академию но давайте так представим через год мы с вами на Binance Blockchain Week 2025 сидим на этой сцене не обязательно про цену но где будет биткоин слэш криптовалюта через год сложно сказать но я думаю с большой вероятностью знаете помня о том что в истории все циклично я думаю нам понравится то где мы окажемся всем . Продолжение следует...